Год 2023 на бешеной скорости несется к своему завершению. Он полон событий различных, интересных, порой необъяснимых, но подводить его итоги я пока не буду. За несколько последних недель может многое произойти, а что-то может, уверен, произойдет. Поэтому пока давайте обсудим вот это видео. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Дешевая игристая, одна апельсинка на всех и безудержная радость. Что же это отряды Путина такую гойду устроили, спросите меня вы. А я вам отвечу. Радуются новости о том, что действующий президент России снова станет президентом России. Владимир Владимирович долго думал и решил, пойдет на пятый срок. Так это же не новость, упрекнете меня вы. Вам не новость, мне не новость, а кому-то очень даже новость. Сегодня, конечно, наверное, это мировая новость. То, что Путин согласился баллотироваться и заявил о своем намерении баллотироваться. Это действительно мировая новость. Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Россия и Путин возглавили процесс тектонических перемен. Что бы это ни значило, не спрашивайте. Это все равно не важно. Даже у Пескова ушло битых полминуты, чтобы выговорить это бессмысленное словосочетание перед телекамерой. А что же-то Путин решился тарить путь в президентское кресло? Ответ простой. Президенты через Жогу. Для тех, кто вдруг не знает. Владимир Жога, он же Воха, донецкий террорист, которого украинские войска устранили 5 марта 2022 года под Волновахом. Ну вот, а его папа Артем Жога, так называемый спикер воображаемого парламента несуществующей Донецкой Народной Республики. Папуля приехал в Кремль поучаствовать в церемонии награждения Героев России. Ну и уговорил Путина. Вот, смотрите сами. Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы, наш президент, работы очень много. Еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь. Во все другие экономические форматы. И чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Что ж такое-то? Откуда такое спонтанное решение? Никогда такого не было. И вот в пятый раз. Хотя кремлевские источники российского оппозиционного издания «Медуза» поговаривают, что решение действительно спонтанно. По крайней мере, в той части, что объявил о нем Путин 8-го, а не 14-го декабря, во время проведения своей прямой линии с гражданами России. Прям революционерно-деверянной лошадки в авангарде эскадрона установок баллистическими ядерными ракетами. Два близких к президентской администрации собеседника «Медуза» называют это фактически спонтанным шагом Путина. И отмечают, что сотрудники кремлевской администрации не успели его этот шаг проработать и обставить. В теории так быть не должно. Заявление о выдвижении должно делаться лично и публично, а не походя в суете. Но Путин так захотел. Но зачем же Путину выборы? Вот тут непонятно. Дело попахивает государственной тайной, а не иначе. Ведь выбирать будут все равно Путина. Кто мог бы составить хоть какую-нибудь конкуренцию, сидит в ШИЗО чаще, чем смотрится в зеркале. А остальные оппозиционеры мы в курсе, по каким лекалам и за чей счет шиты. Помните на прошлых выборах Путина Ксению Собчак? Люди понимают, что быть оппозиционером в России это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим. Почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже достаточно развернуто отвечал. И смысл этого ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. А смысл ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. «Как страшно быть в оппозиции», — говорила Собчак Путину шесть лет назад. «Вы не сформировали ничего позитивного», — отвечал ей Путин. Комичность этого диалога в том, что идея выдвинуть оппозиционного кандидата женщину родилась именно в Кремле. Да и сама Собчак рассказывала, что делилась своими планами с Путиным, и он якобы даже ее отговаривал. Крестный отец все-таки. Но вернемся к выборам грядущим. Говорят, что в роли Собчак на этих выборах выступит Алексей Нечаев, который в 90-е раскрутился на продаже газет в Переходах. А теперь вот лидер типа либеральной фракции «Новые люди». Он-то и будет изображать карикатурного либерала, при этом одобряющего так называемую специальную военную операцию, ну и в итоге станет мальчиком для битья, которого пропаганда будет распинать за грехи отцов русской демократии. Почему же я так часто употребляю слово «выбор» и к процессу, где выбор, собственно, не предусмотрен? Потому что я не знаю, как назвать процесс в России, находясь в трезвом уме и добром здравии. Моих знаний в политологии просто не хватает. А вы, кстати, видели официальный логотип того, что могло бы быть названо выборами в России? Вот он. Смотрите. Совершенно неожиданный символ. Обозначить избирательный процесс той же буквой, что и свои оккупационные войска. Правда? Путин, похоже, совсем не готовился идти снова в президенты. Усаженный однажды в президентское кресло, Путин так и не понял, что такое сменяемость власти. Это ваш кабинет, когда-то сказал Путину Ельцин и отдал ядерный чемоданчик. Вот как это было. Смотрите сами. Продолжение следует... А позже Путин уже будет вовсе стебаться с уже на тот момент покойного Ельцина. Буду предлагать вам идти на выру президента. Вы согласны? Я ему сказал нет. Он очень удивился. Он такой был человек своеобразный. Почему это? Я ему говорю, Борис Николаевич, я не готов. В далеком, уже 2008-м, Путин рассказывал, что нет у него никакой зависимости от власти. Ну, не будет он вечным президентом. Ну, нет, не может такого, в принципе, быть. Разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимости от табака, кто-то, прости господи, от наркотиков. Говорят, что самая большая зависимость от власти. У меня не было соблазна остаться на таких сроках. Никогда. В итоге переписал Конституцию, и теперь у него все хорошо. Если Путин завершит еще один шестилетний срок Кремля, он превзойдет даже Иосифа Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. Таким образом, Путин станет самым долго правящим главой российского государства со времен, между прочим, Екатерины Великой в 18 веке. Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно. Как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый в Северную войну, он 21 год вел. Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Выдвижение Путина на пост президента единодушно поддержали представители Госдумы и Совфеда, главы регионов и пропагандисты. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что это очень важное решение. Сказал он это сразу после того, как говорил об Орще. Ну, или до того. Неважно, но об Орще он, в общем, сказал ярче, чем о президентстве Путина. Когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо, пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся, надо думать о нашей второй половине. Мне вот интересно, а любовник Володина готовит ему борщ, держит молоток, либо какие-то новые технологии? И что он в это время думает о его второй половине? Многополярность какая-то, но сейчас не об этом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко быстренько написала, что Путин никогда не избегал и не избегает ответственных решений. Медведев тут же отстрочил в Телеграме, что решение Путина логично и правильно. Ну а пропагандисты сразу понесли в массы, что Путин легитимизирует себя через того же самого Жогу. Ну, то есть через Донбасс. То есть идет в президенты как полководец. Сейчас в Кремле активно собирают вопросы на так называемую прямую линию с президентом. Почему так называемую? Да потому что прямой она особо никогда и не была-то. Говорить с Путиным в прямом эфире вот так с кондачка никто никому не позволит. Тем не менее, мне показались достаточно любопытными данные опроса, проведенного Левада-центром. Таблицу вы сейчас видите на своих экранах. Итак, больше всего россияне, а таких 21%, хотят услышать от Путина, когда же все-таки закончится так называемое СВО. Еще 8% хотят прибавку к пенсии. И столько же граждан России мечтают о социальных программах и доступном жилье. 7% опрошенных интересуется, когда будут нормальные зарплаты. Еще 6% — когда Путин уйдет все-таки с поста президента. 20% респондентов не знают, о чем хотели бы спросить будущего президента. А еще 10% не хотят его ни о чем спрашивать. Да и смотреть это шоу не собираются. Все остальное интересует людей куда меньше. Хотя, если верить прокремлевским СМИ, то картина выходит совсем ина. Лента Рук, к примеру, пишет, что большая часть вопросов россиян для прямой линии с президентом Владимиром Путиным затрагивает здравоохранительную и социальную сферу. Песков при этом говорит, что даже украинский президент Владимир Зеленский может задать вопрос Путину, ведь линия работает во всех точках мира. Осмелюсь при этом предположить, что Зеленский Путину точно звонить не будет. Выборы Путина. Ими должна жить вся страна. Все только о них, про них и для них. Переизбрать вождя — главная задача российского общества. А что же оппозиция? Ну а она призывает всех граждан страны идти на выборы и голосовать против Путина. Поможет ли это? Нет. Агитация важнее голосования. В голосовании будет мало смысла, если о вашем голосе никто не узнает, говорится в посте Навального. Странная, как по мне, стратегия, но я же не российская оппозиция, не мне об этом судить. Если бы я мог сказать что-то лично Навальному, то, наверное, я сказал бы ему, что президентское кресло не бутерброд, чтобы его кому-то передавать. Мне кажется, он бы мою аллюзию заценил. С Навальным, тем не менее, я концептуально согласен в одном. В грядущем голосовании практически нет никакого смысла. В Центр избиркоме России заявляют, что на выборы приедут международные наблюдатели от разных стран. Ведь в мире не только есть недружественные России государства. В любом случае, Россия сейчас себе точно четко обозначила путь на ближайшие 6 лет до 2030 года. Никакой свободы, никакого выбора, только война. Хотя этот путь смог описать еще в 2004 году российский политик Владимир Рыжков, когда Путин только почувствовал хмель от безлимита власти. Смотрите сами. Все время морочат людям голову. Все время говорят, в стране война, в стране терроризм. Надо бороться. Надо отменить выборы. Надо навести порядок. Закрутить гайки. Я хочу просто обратиться ко всем присутствующим и всем, кто нас видит. Нам с вами морочат голову. Сегодня вы можете избрать себе лидера региона. Завтра не можете. То есть получается, что нас с вами держат за быдло, за болванов. Жириновского, оказывается, у нас хватает ума избрать. Путина нам хватает ума избрать. А вот, извините, губернаторы, мы уже убоднее. Мы не можем избрать. Извините за слово. Впаривают диктатуру. Нам впаривают коррупцию. Нам впаривают лишение каждого из вас последних прав. Вы не будете знать ничего, что происходит. Вы будете кушать только вранье. Вами будут руководить коррумпированные марионетки. Если мы вот на эту мульку поддадимся, про твердую руку, про вертикаль, которая пять лет разваливает страну и хотят дальше разваливать. Если мы на это поддадимся, запомните слова одного чиновника, царской России. Он говорил, у меня дела нет до России, у меня есть царь. Вот девиз новой власти. Им дела нет до России, у них есть царь. Если вы хотите, есть правда, чистая правда. И все вы ведете себя так. Царь был пожизненный, а президент избираемый. Мы еще посмотрим, чем кончится его президент. Мы еще посмотрим. Я считаю, что будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на телевидении и массовые фальсификации выборов. Поэтому, когда они делают это, они пустят только Единую Россию и Жириновскую. Нам говорят, мало власти. Реформировали СССР, мало власти. Реформировали закон о партиях, мало власти. Сделали семя кругов, мало власти. В четыре раза увеличили военный бюджет. А результат? Никакого. Хуже и хуже. Я просто знаю одно, как историк, что в России всегда вертикаль власти и твердая рука кончалась хаосом, войной и разрухой. Демократия, Володя, это очень просто. Когда власть выбирается людьми и перед ними ответственно. А против демократии стоит так называемая вертикаль власти. Когда начальников назначают, они хамят и грабят, и ни перед кем не подотчетны. Вот мы пусть худо и бедно, но в 90-е годы с громадными ошибками мы строили демократию. Сейчас нам подсовывают вертикаль. И насадят нас на нее, как, извините, на осиновый кол. А что же это у Путина? На его, так сказать, политическом пути совсем нет преград? Нет. Это не совсем так. Тут, понимаете, вот какая штука. Пригожин, к примеру, который орал о том, как важна жизнь каждого российского солдата, который угрожает всеобъемлющая коррупция, теперь молчит. Но не молчат жены мобилизованных. Мы родные и близкие мобилизованных, а также неравнодушные к судьбе России и собственных граждан люди. Мы хотим полноценную жизнь для всех граждан нашей страны. Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. Мы путь домой. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин. Этим женщинам уже пытаются закрыть рот. Военное начальство России пытается надавить на протестующих жен мобилизованных, угрожая отправить их мужей еще дальше на передовую, да еще и в штурмовые отряды. Женский протест может стать нешуточной угрозой для системы. Что ж, поживем увидим.